Спасибо. Так, звука нет. Звука нет. Звук есть. Друзья, подскажите, пожалуйста, есть звук или нет? Меня хорошо слышно? Есть, есть. Итак, у кого звука нет, попробуйте перезагрузить. Да, включите себя на устройстве звук, такое тоже может быть. Если большинство говорит, что все отлично, значит, будем начинать. Итак, мы сегодня будем говорить про Силен. В прошлый раз у нас была тема про железо. Интересно узнать, у нас здесь есть новые люди? Или напишите, пожалуйста, единички поставьте, кто был на прошлом вебинаре в прошлую среду? И двоечки, кто меня видит первый раз? Так, вижу, Джамиля, Светлана были. Приятно мне тоже всех видеть. Я уже некоторых так по именам, фамилиям даже узнаю, кто задавал вопросы. Итак, очень рада. Для тех, кто меня не видел, мы сегодня еще раз с вами познакомимся. Итак, что можно сказать про Силен в двух словах? На самом деле он менее популярен, чем железо. Про него, если спросить, мало кто что-то знает, но на самом деле его роль не менее важна, чем роль железа. И об этом мы сегодня с вами поговорим. Давайте я представлюсь еще раз для тех, кто меня не знает. Меня зовут Литвин Ольга. Я врач, я практикующий нутрициолог. Я эксперт по коррекции веса, по рациональному питанию. Я эксперт в плане, сейчас немного волнуюсь, эксперт по базам, по минералам, витаминам в этой области. И на базе университета персонализированной диетологии и нутрициологии я являюсь преподавателем, куратором, а также разработчиком некоторых лекций. И, возможно, уже многие меня давно знают. Итак, поговорим, для чего же Силен нужен в нашем организме. Во-первых, он важен для антиоксидантной защиты. Что такое антиоксидантная защита? Силен помогает бороться со свободными радикалами. Свободные радикалы, думаю, это понятие многие слышали, это такие молекулы, которые образуются естественным путем в процессе нашей жизнедеятельности. И они участвуют в различных процессах. Это норма. Но когда этих свободных радикалов слишком большое количество накапливается, они способны повреждать клетки нашего организма. И когда мы можем столкнуться с большим количеством свободных радикалов? Когда они образуются? Например, когда мы неправильно питаемся, когда мы живем в неблагоприятной экологичной среде. Например, деревенские жители чаще всего не сталкиваются с проблемой большого количества свободных радикалов. Но у городских жителей, где есть какие-то фабрики, вредное производство, конечно, экология дает о себе достаточно быстро знать. Кроме того, стресс, табачный дым, неважно, мы курим или мы его вдыхаем, повышенная физическая нагрузка, например, у профессиональных спортсменов. Все это способствует увеличению количества свободных радикалов в нашем организме, которые ускоряют процессы старения, которые обуславливают развитие различных заболеваний хронических и также онкозаболеваний. Так вот, селен является мощнейшим антиоксидантом. Таким образом, он борется с этими свободными радикалами. Поддержка иммунной системы. Если дефицит есть селена, мы начинаем чаще болеть. В принципе, это согласно и с дефицитом железа, о котором мы говорили ранее. Поэтому я и говорю, что селен не менее важен, чем железо для нашего организма. Селен помогает активировать клетки иммунной системы. Селен играет важную противовоспалительную роль, потому что способствует выработке таких важных иммунных клеток, как интерлейкины, которые как раз таки регулируют процесс воспаления в нашем организме. И, конечно, селен участвует в борьбе с различными инфекциями, модулирует действие лейкоцитов. Это как раз таки важные иммунные клетки. Если мы поговорим про щитовидную железу, много сейчас людей с гипотириозом, то есть в состоянии, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов щитовидной железы, конечно, здесь часто встречается дефицит селена. Потому что как раз таки данный минерал способствует выработке гормона активного щитовидной железы, который называется триотиранин или гормон Т3, если есть здесь люди с такой проблемой, которые периодически сдавали в лаборатории анализы. Так, и если недостаточно селена, то Т3 не вырабатывается, и поэтому развивается гипотириоз. Репродуктивное здоровье. Это очень важно. Селен влияет на качество спермы у мужчин, помогает поддерживать здоровье яичников у женщин. Мы знаем, что селена содержится большое количество в организме как раз таки в половых железах, и если селена недостаточно, то мы наблюдаем и снижение либидо, и уменьшение, снижение либидо, да, это, то есть такой процесс, когда совсем нет сексуального влечения у мужчин, у женщин. Также селен влияет и на зачатие мужчин и женщин, кроме того, на вынашивание беременности. И здесь указано здоровье сердца, но я бы сказала эту тему более шире. Селен участвует в энергетических процессах нашего организма, а сердце это как раз таки такой орган, который работает 24 на 7 всю жизнь. И вы знаете, что если сердце перестает работать, ну еще мозг, то все, как говорится, финита лекомедия, жизнь заканчивается. Поэтому в сердце огромное количество энергетических субстанций, митохондрий, и как раз таки селен важен для энергетических процессов. Он помогает защитить сердечную мышцу от окислительного стресса. Окислительный стресс это как раз таки процесс, когда накапливается много свободных радикалов, о чем мы уже подробно поговорили. И защищает сердечные мышцы от воспалительных процессов. Суточные дозировки, которые приняты в нашей стране, это от 55 до 70 микрограммов селена в сутки. То есть это то количество, которое должно ежедневно поступать, либо с продуктами питания, либо с добавками в наш организм для поддержания здоровья. Но хочу сказать, что это такие минимальные дозировки профилактические. Конечно, если уже обнаружен дефицит селена, то специалист может порекомендовать более высокую дозировку препаратов селена. Если мы будем говорить, например, не наши нормы, не российские, а, например, нормы, которые приняты по селену Всемирной организации здравоохранения, то они рекомендуют принимать от 50 до 200 микрограмм селена в сутки. То есть здесь дозировки выше. Конечно же, беременные, кормящие женщины – это та категория, которым селена требуется гораздо больше. Это обычно 60-70 микрограммов в день, если мы говорим как раз-таки про российские стандарты. Есть интересное, кстати, исследование, которое точно доказывает, что регулярное применение необходимых дозировок селена ежедневные уменьшает вероятность общих распространенных заболеваний на 40%, а онкозаболеваний на 50%. Представьте, насколько важен данный минерал. Селен является микроэлементом, и его потребление должно быть в пределах установленных рекомендаций. То есть 70 микрограммов в день. И если уже требуются более высокие дозировки, тогда, конечно, мы консультируемся со специалистом. Потому что как низкие значения селена, так и слишком высокое потребление регулярное может быть вредным, токсичным для организма. Теперь давайте как раз-таки поговорим, почему может случиться дефицит селена. И, кстати, по некоторым статистическим данным, вот среди российского населения до 80% людей страдает дефицитом селена. Во-первых, это недостаток в питании, потому что селен является, главный его источник, это как раз-таки пища. И почему, наверное, не бьют тревогу по дефициту селена? Потому что считается, что селен имеется во всех практически продуктах питания. То есть это и животного происхождения продукты, и растительные, любые растения, орехи, и фрукты, овощи, бобовые. То есть во всех практически продуктах минимально, больше или меньше содержится количество селена. Но в чем вопрос? Так ли это на самом деле? И почему дефицит в таком случае у наших людей? Да, вопрос напрашивается. Откуда у животных селена? Селен животные потребляют с растениями, да? Откуда в растениях селен? Растения его берут из почвы. И вот здесь как раз-таки интересный вопрос. Содержит ли наша почва, особенно в некоторых регионах, достаточное количество селена? Это не всегда так. Если почва бедна селеном, или если по каким-то причинам растения не могут впитывать этот селен, да? То будут страдать, будет дефицит по селену и в растительных продуктах, и в животных продуктах, да? И поэтому таким образом у человека образуется дефицит по селену. Есть такие ситуации, когда у человека повышается потребность в данном минерале. Это, как мы уже говорили, период беременности, период кормления грудью. Кроме того, дети, когда у них идет активный рост, и они часто еще бывают дети, привереды, малоежки, и они просто не могут добрать достаточное количество селена с продуктами питания. Кроме того, профессиональные спортсмены, у них тоже есть всегда повышенная потребность в данном минерале. И люди, которые находятся в постоянном стрессе, также люди с инфекционными заболеваниями. И мы уже говорили с заболеваниями щитовидной железы. У них у всех потребность селения увеличена, и поэтому часто обычного количества селены недостаточно. Также может образоваться дефицит по селену, когда есть потеря селена. В каких ситуациях? Во-первых, некоторые медицинские процедуры и заболевания могут вызывать хроническую постоянную потерю селена. Кроме того, длительное применение лекарственных средств. Каких? Например, статины, то есть это препараты, которые назначают врач для снижения холестерина. Они могут уменьшать, увеличивать даже, скажем, потерю селена организмом. И, кроме того, мы уже говорили на прошлой лекции, когда у человека имеется заболевание желудочно-кишечного тракта. То есть есть какие-то нарушения всасываемости. То есть называется это так по-научному даже синдром маляпсорции, когда нарушена стенка кишечника тонкого, и не могут проникать туда, не могут нормально усваиваться различные вещества, витамины, минералы в том числе. Когда есть нарушение органов печени, поджелудочной железы, когда есть нарушение желчаотока, когда снижена кислотность желудочного сока, тогда плохо усваивается белок, а когда белка у нас недостаточно в рационе, то практически образуются дефициты по всем группам витаминов, минералов. Поэтому так. Также хронические алкоголики, ну это понятно, здесь проблем гораздо больше, не только проблемы с селеном, но также есть по другим витаминам, минералам, это понятно. Ну и хронические почечные заболевания тоже могут способствовать потере селена, когда его выводится слишком большое количество из организма. Да, наверное, многие меня слушают и уже мотают на ус, у кого возможен дефицит селена. Но мы еще дальше с вами поговорим, какие могут быть последствия дефицита селена, и вообще, как мы можем определить, что у человека возможен дефицит. Мы уже говорили про иммунную систему, когда человек часто болеет, потому что селена играет решающую роль в поддержании здоровья иммунной системы. Да, если его есть дефицит, то повышается риск возникновения различных заболеваний, как инфекционных, так и неинфекционных, увеличивается риск оксидативного стресса. Когда в организме большое количество свободных радикалов, а антиоксидантов, которые бы боролись, связывались с этой молекулой свободного радикала, ее, так сказать, обезвреживали, их нет. Кроме селены есть и другие антиоксиданты, но я думаю, мы еще будем это разбирать в процессе наших дальнейших лекций. И, конечно, в результате повышенного такого оксидативного стресса возникают в том числе и онкологические заболевания. Вы знаете, что онкозаболевания молодеют с каждым годом, это печально. И какие-то хронические заболевания, которыми раньше болели бабушки, дедушки наши, теперь это все бывает удел более людей более молодого возраста. И в этих всех процессах в том числе играет роль дефицит селена. Ухудшение состояния кожи, волос, ногтей. Дело в том, что селен участвует в различных совершенно процессах организма, в том числе и в процессе белкового обмена. А как раз таки, когда у нас есть проблемы с кожей, волосами, ногтями, здесь одной из проблем является дефицит белка. И дефицит селена в том числе способствует развитию вот этим проблемам. Снижение фертильности. Как у женщин, так и у мужчин. Может наблюдаться данная ситуация. У женщин дефицит селена вызывает нарушение работы яичников, нарушается менструальный цикл. И это вызывает то, что женщина в итоге не может забеременеть. Когда в принципе есть дефициты по белку, по селены, по другим витаминам, минералам, то часто функция детородного, вот эта детородная функция, она в принципе выключается и у женщины. Часто прекращается менструация, либо начинаются сбои. Поэтому здесь, конечно, нужно участие врача, специалиста и такая комплексная работа. Ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы. Мы уже говорили, что селен защищает само сердце и сосуды от напряжения, от оксидативного стресса. И дефицит может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому некоторые врачи уже сейчас включают в комплекс лечения людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями препараты с селеном. Дефицит селена вызывает нарушение когнитивных функций. То есть угнетается работа центральной нервной системы. Все процессы внимания, запоминания, когда мы что-то пытаемся учить новое, когда мы пытаемся сосредоточиться долго на какой-то одной конкретной цели, если нет, не хватает селена в организме, с этими функциями будет большая проблема, большое нарушение. Это касается и взрослых, и детей. У нас мало того, что я говорила, что многие продукты сейчас объединены по селену. В некоторых странах есть такая тенденция, когда продукты питания обогащают с селеном. У нас вот такой массовой культуры этого нет. Поэтому бывает, наши даже дети, они привереды, не всегда они все едят, то хотят кушать, то не хотят. Я думаю, многие подтвердят, у кого есть детки. У них также высокий риск, как раз-таки дефицит оселена. И можете наблюдать, что в садике или в школе ребенок невнимательный, не может что-то запомнить, не может высидеть вот этот урок 45 минут. Ну, мы не говорим про маленьких уже, про более старших. Да, потому что он просто, его нервная система не выдерживает. Так, заболевание щитовидной железы. Селен участвует в выработке гормона щитовидной железы. И, естественно, если есть дефицит селена, то страдает щитовидная железа. И часто, например, специалисты назначают при работе с людьми с гипотириозом комплексно даже вот селен и йод. Эти два препарата, они вместе совместимы, да. И вот йод, вы знаете, он входит как раз в состав гормонов, да. Без йода невозможно сделать гормон. А селен как раз-таки нужен для того, чтобы неактивная форма гормона перешла в активную 3-йод-сиранин, и тогда щитовидная железа и гормоны смогут выполнять свои важные функции. А щитовидная железа, вы знаете, наверное, что она влияет на обмен веществ всего организма, то есть абсолютно на все процессы. Поэтому вот видите, как раскручивается клубочек, когда не хватает селена, страдает, в принципе, весь организм. Как можно корректировать дефицит селена? Есть разные добавки. Мы живем уже в 21 веке, и здорово, что у нас такой большой арсенал различных препаратов, лекарств, да. Остается только в этом всем разобраться и как этим всем пользоваться. Применение добавок, которые содержат селен, может помочь устранить дефицит. Еще хочу сказать пару слов, хотя этого нет в презентации, что сейчас это не распространено. Если, например, мы приходим на прием к врачу, и он подозревает, говорит, возможен железодефицит и назначает анализы, то анализы на выявление селена назначают крайне редко. Ну, по крайней мере, в моей практике я не видела, чтобы врачи назначали такие анализы. Хотя на самом деле в лабораториях можно проверить этот минерал в том числе. То есть есть анализы по крови, по волосам, по ногтям. Надо просто спрашивать. Можно в целом оценить содержание селена в организме и сделать какие-то уже выводы. Добавки есть смысл принимать людям, которые как раз-таки живут в регионах бедным, где почва бедна по селену. Соответственно, у них высокий риск у данных людей селена дефицита. Перед приемом каких-либо добавок, конечно, особенно если мы не говорим про маленькие профилактические дозировки, когда большие, я не рекомендую заниматься самодеятельностью. Обязательно обращайтесь к специалисту. То есть это врачи каких-либо специальностей, да, смотря какая у вас проблема. Либо нутрициологи сейчас тоже есть современные, которые хорошо в этом разбираются, даже без медицинского образования. То есть какие-то несерьезные дефициты небольшие можно корректировать БАДами. Так, питание. Включение в рацион продуктов, которые богаты селеном. Давайте поговорим, что это за продукты. Кто-то может знает, в каких продуктах содержится селен? Кто-нибудь слышал? Большое содержится количество в орехах. Так, уже вопросы пошли. Может ли из-за дефицита селена постоянно болеть голова? Да, дефицит селена может способствовать головной боли. Но это не единственная причина. Причин головной боли очень много, смотря какая головная боль. То есть нужно разбираться. И по поводу вопросов, вот здесь есть еще возле чата вкладочка «Вопросы». Вы можете, если у вас есть какой-то вопрос по теме, задавать уже сейчас туда вопросы. Я уверена, у нас останется время, когда я смогу ответить на все ваши вопросы. Да. Так, тут уже пишут Анастасия, бразильский орех, да. Ирина, чеснок, сало. Да, я уже говорила, что если в животных и в растительных продуктах чеснок и бразильский орех являются рекордсменами, да. Особенно бразильский орех. Буквально там в одном орешке содержится больше суточной дозировки, больше суточной дозировки, так, больше суточной потребности, скажем так, да, минимальной селения. Но в чем вопрос? Почему это не спасает наше население от дефицита селена? Как раз таки потому, что бразильский орех, во-первых, это не наш продукт, сложно достаточно найти в некоторых регионах свежий бразильский орех, то есть неокисленный, хороший, там, где содержится достаточное количество этого селена. И это достаточно такой аллергенный продукт, не всем он подходит, специфически по вкусу, да, скажем так, далеко не каждый ест регулярно бразильские орехи, хотя это один из выходов для того, чтобы не было дефицита поселены. Ну и, конечно, продукты, такие как морепродукты, пшеница, яйца, грибы и многие другие. Мука, да, цельнозерновая мука, грибы, да, все вы правильно говорите. Это продукты, в которых содержатся теоретически опять-таки, вот опять мы говорим, грибы, смотря на какой почве и где они выросли, возможно, в них большое содержание, а возможно, не очень. Это если проверять конкретный продукт. Так, ну и, конечно, селенсодержащие лекарственные есть препараты, когда уже серьезные какие-то дефициты, врач может назначить селенсодержащие лекарства для уменьшения дефицита селена. Да, это уже в таких тяжелых случаях. Поговорим про разные формы селена. В нашем организме весь селен обычно связан с метионином, то есть это такая аминокислота, да, и естественно в фенеформе, и часто в продуктах питания есть связь селена с метионином. Ну и, конечно, препараты, которые содержат селенметионин, они, это органическая форма селена, она хорошо усваивается, да, в продуктах такие как орехи, морепродукты или мясные продукты как раз-таки содержится данная форма. Но будьте внимательны, не во всех, не во всех препаратах, да, бывает написано органический селен, да, или селен такой-то, а вы переворачиваете банку, а там сзади написано селен, а в скобочках, и какой-нибудь там селенит, еще что-то, да, то есть мы видим, говорит производитель, что там органическая форма, а на самом деле в скобочках там неорганическая. То есть часто такие есть уловки производителя, нужно быть внимательным. Селен-цистеин, органическая форма селена, которая тоже содержится во многих белковых продуктах, обладает хорошей биодоступностью. И неорганические формы, вот селенид и селенат, они используются в добавках селена достаточно часто. Это более такие, скажем так, старые первые формы, которые появились на рынке. Но неорганические формы имеют намного меньшую биодоступность, да, мы уже разбирали, что такое биодоступность, это свойство вещества усваиваться. То есть если высокая биодоступность, это значит, что вещество очень хорошо усваивается, попадает вот в нужные клетки, в клетки-мешени в нашем организме. Да, если низкая биодоступность, значит препарат плохо усваивается, большая часть его выводится и не оказывает никакого действия. Есть самая современная форма селена, это хилатная форма, это когда селен содержится в связи с органической молекулой, аминокислоты или пептид. Пептид это часть, такая небольшая часть белка, белковая молекула. И как раз таки в этой форме максимальная биодоступность с селена организмом. Эта форма наиболее предпочтительна. И опять таки говорю, будьте внимательны. Часто производители пишут хилатная форма селена, да, и даже состав не всегда все пишут. А потом, когда ты заходишь к производителю, я просто такое уже встречала, видно, например, что там неорганические, неорганические формы, и в самом конце, в небольшом количестве, там каплю добавили этой хилатной формы. Ну, по крайней мере, так пишут, мы не можем проверить. Поэтому, естественно, зачем деньги сливать, сливать, чтобы к нам ничего не попадало, да? Не буду говорить, плохо отзываться. Вот. Какие есть преимущества хилатных форм селена? Мы уже говорили, что высокая биодоступность. Она хорошо усваивается. Хилатация помогает защитить селен от взаимодействия с другими веществами и повысить его усвояемость. Вы знаете, что есть вещества-синергисты, которые усиливают действия друг друга, которые рекомендуют вместе применять. Есть вещества-антагонисты, которые, наоборот, ухудшают сасывание друг друга. И мы это часто учитываем при назначении, например, каких-то препаратов, да? Я с этим в своей работе часто сталкиваюсь, обязательно это все учитываем. Что касается... Ну, и не всегда это возможно учесть. Даже в одном продукте, вот когда мы кушаем, содержится и вещества, которые усиливают действия, и которые уменьшают, да? И это просто контролировать невозможно. Что касается хилатной формы, она в любом случае очень хорошо усваивается. Она практически не взаимодействует вот с какими-то другими антагонистами, минералами, витаминами. И поэтому, в принципе, на 98% по сравнению с другими формами она усваивается. То есть это очень-очень хороший показатель, да? А селениты, например, усваиваются только до 50%. Разница большая на самом деле. Хилатная форма помогает улучшить стабильность препарата. То есть они меньше... Эти формы менее окисляются, да? И разлагаются. То есть мы можем быть уверены, что если в препарате содержится хилатная форма селена, значит, препарат качественный, который на самом деле доживет до конца срока годности. Если мы видим хороший срок годности, значит, мы можем не переживать. Что касается некоторых других препаратов, которые в другой форме, в принципе, теоретически, ну, эта форма просто может окислиться, может разлагаться, и мы в итоге не знаем, что поступает к нам в организм. Так, поэтому, конечно, хилатные формы это, ну, наиболее такая шикарная форма, которую мы должны, если есть потребность в препаратах селена, необходимо именно выбирать хилатные формы. Меньше взаимодействует с другими веществами. Например, фитаты или оксалаты. Сейчас достаточно известна тема фитиновой кислоты. Вы знаете вообще, что такое фитаты? Слышали такое? Фитаты или фитиновая кислота. Многие пытаются от этих фитатов избавиться, да? То есть я вам расскажу немножечко. Время у нас еще есть. Во многих продуктах есть фитаты, фитиновая кислота. Пишут, что это антинутриенты, то есть вещества, которые ухудшают усвоение каких-то других полезных веществ. Например, они могут связываться с какими-то минералами, с цинком, с железом. И тем самым мы недополучаем с питания вот эти полезные витамины и минералы. Оболочка семян. Да, в оболочке как раз-таки семян, в орехах, в бобовых и некоторых других продуктах содержится большое количество фитиновой кислоты. Но на самом деле она содержится много где. Вообще ее такая природная функция защитить зерно, семя от каких-то неблагоприятных воздействий. И существует... Многие люди стараются избавиться от этой фитиновой кислоты. Есть, например, такие методы, как замачивание продукта, просто замачивание в воде. Некоторые добавляют там лимон или соду. Когда готовите продукт, термическая обработка тоже может уменьшить количество фитатов. Но здесь такая интересная тема. Я, кстати, вот недавно мне задавали вопрос, я разбиралась. И вот фитиновая кислота, не всегда можно от нее избавиться, не всегда есть смысл. Например, что касается орехов, проводилось исследование, замачивали орехи, и количество фитиновой кислоты через часов 6-8 никак не изменялось. Но зато, чем дольше мы держим орехи, тем меньше в них становится других полезных веществ, потому что они просто, например, выходят в воду. Меньше минералов, витаминов. Ну, а, например, метод замачивания с цельными злаками как раз таки работает. Количество фитиновой кислоты в них уменьшается. Но, опять-таки, не нужно увлекаться, то есть часа 4-5, там кто-то на ночь оставляет, можно замочить. Аксалаты тоже самое, один из антинутриентов. Они связываются, могут связываться с селеном и с другими минералами. Но если мы говорим про хилатную форму, если мы как раз таки потребляем селен в хилатной форме, то нам не страшна фитиновая кислота, аксалаты и другие антинутриенты, потому что хилатная форма, она хорошо так защищает селен, и селен просто не может связаться с фитатами и хорошо усваивается нашим организмом. Хилатная форма селена хорошо переносимы. Если мы говорим про неорганические формы минералов, вот мы говорили до этого, да, в предыдущем слайде, при приеме таких неорганических форм возможны побочные действия со стороны желудочно-кишечного тракта. Часто встречается непереносимость на такие препараты, например, диарея, расстройство какие-то, стул или наоборот запоры, тошнота и воздействие на слизистую и желудочно-кишечного тракта. Если говорим про хилатные формы, то здесь все хорошо. Это такая наиболее естественная для организма форма, когда селен, скажем так, защищен и отлично усваивается. И теперь давайте поговорим про препарат, который теперь есть в компании Фаберлик. Как раз-таки здесь самая современная форма селена, про которую мы говорим. То есть селен в хилатной форме. Она представлена, то есть в баночке 60 идет капсул. Это такой профилактический курс. Здорово, что все препараты практически в одной баночке. Это такой минимальный курс. Не надо покупать много. Это именно в профилактических целях. Содержится вещество биологически активный селен. Мы уже говорили, что хилатный селен. Мы уже говорили об этом. Две капсулы. Достаточно на день. То есть если вам нужна профилактическая дозировка 70 микрограмм, то достаточно две капсулы в день. И это как раз-таки мы уже говорили, что 100% покрывает потребности организма. Если организм здоров, и мы просто в каких-то профилактических целях. Если мы часто болеем. Если есть заболевания щитовидной железы. Если как раз-таки повышенный уровень стресса, то, конечно, двух капсул может быть недостаточно. Что может творить такой биодоступный, хороший селен в хилатной форме? Он поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Мы уже говорили, что просто селен необходим, без него невозможно людям с заболеваниями щитовидной железы, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Защищает селен клетки от повреждения свободными радикалами. Все, кто живет в неблагоприятных условиях, городские жители. Всем обязательно необходим селен, как минимум, в профилактической дозировке. Укрепление иммунитета. Особенно, когда мы говорим перед началом сезона простуд. Заканчивается лето, когда у нас было большое количество свежих фруктов, овощей, зелени, витаминов, минералов. И это все заканчивается. Когда начинается школа, садик, работы, стресс, начинается такая увеличивается эпидемическая обстановка, когда часто наблюдается заболевание гриппом, даже ковидом и другими, скажем так, благами или даже неблагами цивилизации, которые вот у нас теперь есть. Мы можем себя защитить, пропив такую профилактическую дозировку селена. И, конечно, рост волос, ногтей, состояние кожи. Если у вас постоянная сухость, трещины, если ногти расслаиваются, если они плохо растут, если есть какие-то проблемы с волосами, то тоже не повредит регулярно пить селен. То есть регулярно, это я не говорю, то есть постоянно, без перерыва. Я все-таки, даже когда некоторые специалисты рекомендуют постоянно принимать какие-то добавки, я все-таки рекомендую это делать с курсами с небольшими перерывами. Да, допустим, профилактическая дозировка, это раз в полгода можно пропить селен. Если все в порядке, вы здоровый, нормальный человек. Если есть какие-то проблемы, то тут уже, возможно, большие дозировки, и, возможно, курс будет увеличен. Селен компании Фаберлик используется в качестве биологически активной добавки к пище. Да, то есть дополнительный источник селена. Мы уже говорили. Если вы находитесь в регионе, где почва бедна селеном. Так, тут вопрос напрашивается, как вообще узнать, да? Я как-то встречала в интернете, вот точно не могу сказать сайт, но я где-то видела. Можно, в принципе, поискать самостоятельно. Есть карта, где разными цветами, вот в России, карта России, разными цветами обозначены регионы, где есть дефициты по каким-то конкретным минералам почвы, да? И вы можете посмотреть, где находитесь в данный момент вы. Если почва бедна минералами, да? Если у вас еще есть какие-то там заболевания сопутствующие, то, конечно, селен вам просто необходим, хотя бы профилактически. Вы уже понимаете, насколько это важно. Рекомендации по применению. Взрослым по одной капсуле два раза в день во время еды. Я говорила, что профилактическая дозировка, то есть 70 микрограмм мы доберем двумя капсулами. И все-таки желательно их не одномоментно принимать, а в разное время. Так биодоступность будет выше. Если мы выпиваем, то есть небольшие дозировки два раза, то большая вероятность, что селен хорошо усвоится. Если мы одномоментно выпьем все, то здесь некоторые исследования показывают, что все-таки, когда сразу единоразово большую дозировку, то может большая часть, например, усвоится, а все-таки частично он уйдет из организма, выйдет препарат, поэтому вот два раза в день по одной капсуле. Продолжительность один месяц, если мы говорим, что это просто для профилактики. Какие могут быть противопоказания? Конечно, это индивидуальная непереносимость продукта. Это достаточно редкие ситуации, и мы говорим, что непереносимость может быть на любое вещество, даже на воду, когда в воде содержатся какие-то вещества. Поэтому от этого никто не застрахован. Такое тоже случается. Беременность, кормление грудью. В большинстве БАДов производители себя, скажем так, обезопасили и пишут, что противопоказанием является беременность и кормление грудью. Но вы прекрасно понимаете, что беременным и во время кормления грудью необходим селен еще больше, чем простым смерть, скажем так, небеременным, здоровым людям. Но этот момент обязательно нужно согласовывать со специалистом. Если есть потребность, то, думаю, специалист может назначить и беременным, потому что хилатная форма намного предпочтительнее, чем, например, неорганическая какая-то форма селена. Перед применением, я уже говорила, обязательно стоит проконсультироваться с врачом или с другим специалистом. Так. Я рассказала основные моменты про селен, хотя информации на самом деле много. Здесь я оставлю контакты. Можете подключаться к странице нашего университета. Ксении Пустовой. И сейчас я перейду к вашим вопросам. Мы еще с вами побеседуем на тему селена, и, возможно, не только. Итак. Кажется, селен содержится еще в топинамбуре. Да, на самом деле селен содержится в топинамбуре и в некоторых других корнеплодах высокой концентрации. Но, опять-таки, когда мы говорим, что топинамбур растет в почве, в которой есть селен, ну и еще, если уже вдаваться совсем в нюансы, я думаю, можно, потому что время у нас еще осталось, очень зависит, как впитывают растения все минералы, в том числе селен, от микроорганизмов, которые живут в этой почве. Потому что как раз-таки впитывать корешку минерал, переводить его в такую доступную форму для растения помогают микроорганизмы. Если вот часто где-то там в производственных масштабах обеззараживают землю, да, и там она бедна минералами, ой, не минералами, а на бактерии необходимые микроорганизмы, то может растение просто не усваивать находящийся селен. Поэтому тут много нюансов. И топинамбур может быть богат, а может быть нет. Вот так. Так, если есть тревожное расстройство, он очень нужен. А если плюс и сосудистые проблемы, то он необходим вдвойне. Да, да. Я с вами, Вероника Александровна, согласна. Я говорила, что если есть заболевание, то потребность в селе не возрастает. Здесь 70 микрограмм. Ну, честно говоря, любой специалист, самостоятельно вы можете побояться, и две капсулы в день, но любой специалист может назначить большую дозировку. Что касается также людей с заболеваниями щитовидной железы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, и тревожное расстройство, да, тот же самый стресс. Мы говорили, что уже селен влияет на когнитивные функции. Известно, что дефицит селена увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Поэтому, да, да, селен нужен обязательно. В какое время суток рекомендуется прием селена? Вопрос, на который точного ответа нет. Да, мы часто получаем точные ответы, когда есть какие-то серьезные клинические испытания. Я испытаний про время суток и прием селена не встречала. Ну, давайте поговорим про совместимость, да, все-таки, несмотря на то, что это хилатная форма, все равно давайте поговорим про совместимость. Очень важно, чтобы, если мы несколько препаратов применяем, чтобы они не мешали усвоению друг друга. И все-таки, например, если вы применяете еще кальций и цинк, если вам назначен, да, ну или что-то, или кальций, или цинк, известно, что они могут ухудшать всасывание селена. Они конкурируют, скажем так, за место под солнцем, эти минералы, поэтому их лучше разъединять, да. То есть время суток не столько важно. Мы уже говорили, что по одной капсуле два раза в день, или если у вас будет увеличена дозировка по капсуле три раза в день, то желательно это сделать просто в разные приемы пищи, утром, днем и вечером. И если вы принимаете кальций и цинк, например, то эти препараты лучше разнести по времени. Ну, два часа, а лучше четыре часа. Допустим, утром вы выпили селен, а днем, например, цинк, да, чтобы они никак не соприкасались, но это будет лучше. Вы точно будете знать, что вы, ваш препарат, который вы купили, потратили деньги и пьете, вы максимальную выгоду от этого получите. Так, можно ли раскрывать капсулу? В данном случае я скажу, что капсулу раскрывать, капсулу, некоторые препараты в капсуле для того, чтобы они, вот, например, когда мы говорим про пробиотики, полезные бактерии, да, то капсула есть для того, чтобы пройти желудочную среду, кислые, да, чтобы не разрушились микроорганизмы. Если мы говорим про минералы, то часто это все-таки удобная форма для приема, для того, чтобы было легко проглотить. Но также, чтобы не было воздействия негативным на желудок, стенки желудка, но если мы говорим, что это хилатная форма, то все-таки я, например, если есть потребность давать ребенку, хотя вот для БАДов часто детский возраст противопоказания, но тем не менее своим детям я, БАДы, при необходимости могу включить вот в рацион, можно растворять, да. Я честно скажу, каюсь, я многодетная мама, я детям иногда, когда есть необходимость, я вижу, я могу в еду подсыпать какую-то капсулку, например, там, витамин С или еще что-то, цинк, то, что они сами не могут проглотить, ну, я знаю, что это там повысит их иммунитет и принесет им пользу. Так что раскрывать капсулу, ну, давайте скажем, если очень нужно, то можно. Что касается вот именно селена, да, я не говорю про все препараты, потому что некоторые все-таки стоит попробовать сохранить в капсуле. Да, ну, есть такие ситуации. Так, если у вас еще какие-то вопросы, давайте попробуем в чат. Ага, вастрогаль, так, оболочка семян. Сейчас почва не очень хорошая, везде мы сами обрабатываем разными химикатами. Хочешь, не хочешь, чувствуется нехватка микро-макроэлементов, в том числе и селена. Да, на самом деле часто почвы бедные. Это и связано с особенностями региона, где мы живем, на какие-то вот витамины, минералы. И что касается химикатов, да. Есть, кстати, органические удобрения, которые, наоборот, имеют селен и повышают плодородность почву, повышают уровень селена. Но другой вопрос, мы точно не знаем, способны ли растения взять весь этот селен. Да, ну, теоретически, если почва богата будет селеном, то и растительность, и животные, которые пасутся на этих пастбищах, да, питаются этой травой, тоже будут, их мясо богато селеном. Да, ну, такая вот, конечно, есть такая проблема. Так, давайте еще немножко поговорим про совместимость. Это очень интересная тема. Что касается хилатных форм, в принципе, хилатные формы селена, это актуально в меньшей мере. То есть, если мы, не будет большой бедой, если все-таки мы два несовместимых витамина совместим, да, потому что хилатная форма, мы уже говорили, она защищает селен, не дает усвоиться, не дает взаимодействовать с какими-то другими веществами, и тем самым обеспечивает максимальную биодоступность, максимальное усвоение в организме. Но если мы говорим, в принципе, про селен и про клинические испытания, то селен, например, просто шикарно взаимодействует с витамином Е. И селен и витамин Е, они увеличивают антиоксидантное действие, да, то есть борются со свободными радикалами, уменьшают риск, там, онкозаболеваний, развития каких-то других заболеваний. То же самое селен совместим с витамином А. Это ретинол. Хорошо вместе совместимы селен и йод, да, то есть я уже говорила, это та схема, которую часто могут, может специалист назначить людям с гипотириозом. Селен, например, с Q10, да, есть тоже такие добавки, с ними можно вместе. И, например, такие минералы, как кальций, цинк, хром, ванадий, если они есть где-то в препаратах, посмотрите состав, то с селеном вместе, ну, лучше их по времени разнести, вместе в один прием не применять, да. Ну, и то же самое омега-3 жирные кислоты лучше с селеном не принимать, то есть разнести, да, давайте, если, конечно, острая необходимость, с хелатной формой можно попробовать, но для того, чтобы быть спокойными, потому что мы точно же не можем посмотреть метаболизм, который происходит в нашем организме. Вот омега-3, минералы кальций, цинк, хром, лучше в разное время. Так, 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 так. Хотела вас спросить, в принципе, какие темы вам наиболее интересны, когда вот я рассказываю про витамины, про минералы, совместимость или какие-то схемы приема, что вам наиболее интересно, я просто это буду учитывать, и какие-то интересные моменты буду вам рассказывать, например, в следующей лекции для того, чтобы вы для себя максимальную пользу извлекли. Совместимость, да, да. Мы еще будем дальше разбирать новые интересные препараты Фиберлик. Вообще, я так посмотрела, и очень здорово, потому что как раз-таки БАДы Фиберлик очень хорошие, они хорошо совместимы, если там комплексные какие-то препараты, комплексные витамины с минералами, да, не один какой-то монокомпонент, и хорошие биодоступные формы. Поэтому будем работать, и я вам буду рассказывать, совместимость, совместимость седа. Вот про селен я рассказала. Да, что касается селен с железом, тоже нежелательно. Селен, железо, кальций, цинк, это все лучше в разное время, потому что они все, кто химию изучал, вот двухвалентные минералы, они очень хорошо конкурируют за место, поэтому лучше разъединять. сахарный диабет второго типа, принимать по 4 или 6 в день. Вообще, самый идеальный вариант, это точно посмотреть уровень селена в организме, да, потому что селен находится, можно и по крови, и по каким-то волосам, ну, конечно, лучше, если лаборатория делает исследование вот именно ногтей, волос, там накапливается селен, и более такая стабильная, будет более верный результат, потому что все-таки наша кровь, это такая система неизменная, когда кровь, сколько бы ни было, какие бы ни были дефициты в организме, она старается максимально поддержать постоянство вот этой крови, да, поэтому не всегда видны дефициты по крови. Я точно вот не могу, единственное, конечно, не 2, 4 либо 6 в день, но чтобы точно ответить на вот вопрос про сахарный диабет, тут, конечно, было бы неплохо видеть другие анализы, например, когда я работаю с людьми, я смотрю их анализы, вот комплекс, и тогда уже более могу сказать. Так, 4, это получается 140. Короче, я бы при сахарном диабете 2 типа попробовала курс на 6 капсул в день. Почему? Потому что вот по некоторым данным максимальная такая дозировка, которую спокойно можно применять, то есть до 400 микрограмм. Дальше, ну, не рекомендовано, потому что возможно таксическое действие. Ну, конечно, в каких-то клинических испытаниях такое токсическое действие появляется, когда длительно-длительно применяем большие дозировки. Вполне 6 капсул можно. Так, эти витамины, минералы, 70% всех продуктов и берлик. Ну, сейчас я за 5 минут, у нас есть лимит по времени, здесь спрашивают, какие продукты, где содержатся витамины, минералы. Это я сейчас, это я сейчас не смогу за 5 минут объяснить. Мы еще будем про различные препараты и берлик разговаривать дальше. Для чего необходим? Для чего необходим что? Для чего необходим силен? Я здесь описывала. Запись, я надеюсь, что запись сохранится в ютубе, вы можете пересмотреть. А вообще вам рекомендую, если вам интересно, вы можете взять с собой листики, что-то конспектировать, основные моменты. Да, потому что многое рассказываю, ничего даже нету в презентации. Вот. Так, это на будущее. Да, я обязательно буду рассказывать. Я поняла, что вам интересна совместимость, про какие-то наиболее частые, наверное, заболевания, да, какие дозировки можно применять. Я поняла. Будем это обязательно учитывать. Так, посмотрю вопросы. Совместимость очень актуальна. Да. Вот, про совместимость я сказала. Ну, в принципе, подскажите, пожалуйста, может, есть уже люди, которые начали профилактику железодефицита после прошлой лекции. Кто-то уже заказывал препараты железа. Да. Кто-то, может, уже пошел, какие-то действия предпринял, предпринял, да, посмотрел, есть ли дефицит железа. Может, после прошлого вебинара посмотрел свой уровень гемодобина, ферритина. Есть тут такие? Или еще нет? Железа нет на складе. Ну, это посмотрите в своих чатах, спросите. Тут я не могу сказать. Да, бывают ситуации, когда нет препарата на складе, но я думаю, это все можно поправимо. Сейчас вообще такая ситуация, когда много чего нет на складе, в аптеках заканчиваются, какие-то хорошие препараты. Но я думаю, это все нужно немного подождать. Сначала пропить, да, потом железо. Антипаразитарные, да, да, антипаразитарные, да, могут, да, когда есть паразиты в организме, и когда есть, например, вот я уже говорила, хеликобактер, когда есть кандидоз, когда есть паразиты в организме, то железо просто, если вы будете пить, то это даже, я бы сказала, бесполезно, потому что оно просто уходит в никуда, и уходит, и получается, тратишь деньги на ветер. Только если там большой железодефицит, ставят капельницу, чтобы быстро поднять. Да, но сначала на самом деле антипаразитарную программу какую-то, а потом уже будем восполнять. Это все верно. Так, много полезной информации по УПДН. Да, я читаю некоторые лекции в УПДН. Я вас приглашаю тоже стать нашими студентами. Там есть как раз-таки обучение на нутрициолога. Именно курс по Фаберлик. И буду очень рада, буду вам во всем помогать. Ну что, у нас осталась одна минутка. Время лимитировано. Я очень благодарна за то, что вы собрались в день, в день, в среду, в 12 часов, чтобы посмотреть и пообщаться вместе. Я уверена, что вы какую-то пользу с вебинара взяли для себя. Я вам желаю крепкого здоровья, не иметь дефицитов. Ну и, конечно, встретимся в следующую среду. Так что до скорых встреч. Да, всем спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok